Микс Ньюс Здравствуйте, вот вопрос такой, у нас два подвала идут параллельно, да? И два входа в них А как? Вы не могли бы нам посоветовать? Я могу очень коротко сказать, что... На коммунальные вопросы Очень сложный вопрос, и это вопрос, наверное, не Дома управления и даже не жильцов Я понял вопрос Спасибо В законе написано очень четко Председатель правления центра собственников квартир Сергей Сидорко На вопрос у меня был господин Сидорко, я могу его задать? Не было ни одного случая, когда долги пристали У меня к вам вопрос, а к кому вы хотите предъявлять претензии? В программе Добро пожаловаться Вот таков наш закон Здравствуйте, уважаемые слушатели Программа Добро пожаловаться У нас сегодня выходит уже так дистанционно Председатель правления товарищества центра консультации собственников квартир Сергей Сидорко у нас на телефонной связи Доброе утро, господин Сидорко Здравствуйте Доброе утро Поэтому, наверное, поскольку телефонная линия у нас будет занята Мы попросим вас, уважаемые слушатели, если есть вопросы, задавать их Пишите нам их на номер 2-3-0-6-1-9-1 Просто, ну, наверное, начнем с моих вопросов Как сейчас происходит работа служб, которые обслуживают собственников квартир Учитывая вот такую непростую ситуацию Если вдруг прорвало трубу или, ну, там, канализация засорилась или какие-то другие проблемы, можно ли обращаться за помощью и будет ли она оказана? Ну, может быть, начнем с того, что наши, ну, если я говорю о своем кооперативе, то кооператив 2,5 недели пришел на режим, особый режим работы Это означает, что все работники на рабочих местах, но контактов с населением нету Мы всех предупредили о том, что есть масса возможностей От интернета и телефона и заканчивая просто посылкой письма через дворника С тем, чтобы по своим потребностям они обращались к нам И мы все это дело организовываем бесконтактным способом Это первое Второе, технические службы и дворники работают в штатном режиме за исключением одного Остановлены любые плановые работы, связанные с населением Замена счетчиков, профилактика и так далее То есть технический персонал в квартире не идет и люди об этом предупреждены Если говорить о дворниках, дворники работают в обычном режиме За исключением того, что они, дополнительная нагрузка сейчас на них Это производить ежедневную дезинфекцию помещения общего пользования Что также выполняется Что делать, если получится что-то с квартирой? Это большой вопрос Потому что если что-то... У нас не было случаев, что что-то происходило в квартире за этот период Но если что-то случится, то... Тут вопрос Во-первых, каких-то достаточных защитных средств для работников у нас нет Мы не были готовы, как, наверное, и все И даже на сегодняшний день не очень представляем, а что для этого нужно В каком виде тогда сантехнику идти Ну, скажем, как его экипировать на то, чтобы он был в безопасности Это раз Второе, нет никакой уверенности в том, что человек, вызывающий к себе аварийную или другую службу Скажет правду, и он не должен находиться в этот период на самоизоляции Или, скажем, он подвержен карантину Это такие вопросы, на которые ответа нету Но пока нас, ну, до решения этого вопроса еще не приходилось прикасаться Но ведь, учитывая, что карантин, судя по всему, будет продлен... Ну, чрезвычайный режим, чрезвычайная ситуация будет продлен И количество людей, которые находятся в самоизоляции, на карантине Оно постоянно увеличивается Вот рано или поздно, ну, происходят ведь такие вещи Где-то сантехника выходит из строя, где-то еще какие-то проблемы То есть это пока поставлено все на паузу, да? Пока неизвестность полная, потому что, на самом деле, я вам скажу и другое Мы не получали никаких ни рекомендаций, ни указаний Ну, вообще ничего с точки зрения обслуживания помещения общего пользования в этой ситуации Мы поехали на свойствах и риск успели схватить какие-то дезинфицирующие средства А неэффективные, неэффективные, сказать не могу, потому что, ну, вот приехали Вот есть вот это Дезинфицируют, дезинфицируют, взяли Обрабатываем А это эффективно, неэффективно Ну, никто не знает И никаких рекомендаций со стороны ни служб, соответствующих ни от кого нет Дальше, ну, наверное, надо было бы уже на сегодняшний день продумывать вопрос И потихоньку прошло достаточно времени И уже где-то иметь сведения, какие защитные средства должны быть у таких оперативных работников У аварийных работников То есть, или это разовые какие-то малярные костюмы, может быть, имели бы смысл Но масок, как таковых, нет, респираторов нет Ну, перчатки, да, перчатки мы обеспечивали Ну, рабочие очки вот эти тоже мы можем обеспечить А что еще нужно, чтобы человек мог, ну, относительно безопасно зайти в квартиру? Такой информации нет И я боюсь, что надо специально обучать людей, как правильно одевать, снимать перчатки Как вообще пользоваться этими средствами защиты Тоже... Потому что, когда мы... Ну, да Потому что, когда мы говорим, что в перчатках, там, одно дело в перчатках Какие-то, ну, нехитрые манипуляции совершать А если вдруг речь идет о каких-то, ну, не знаю, завинчиваниях Гаек, болтиков, там, всевозможных То там, в перчатках, может быть, это и будет очень неудобно делать Не только неудобно, они порутся моментально Это же там хирургические перчатки Ну, я посмотрел там по одной телепередаче Просто показали, как правильно снимать, одевать перчатки Это целая наука Понятно Слушай, перед снятием перчаток нужно, оказывается, их продезинфицировать Кто этим занимает? Дело уже защищено, считается А как часто проводится дезинфекция в этих местах общего пользования? И что под этим подразумевается? Лифт, лестничная площадка, перила? То есть, вот какие-то такие нюансы? Мы у себя дали инструкцию дворникам И следим за тем, чтобы это выполнялось Надо сказать спасибо нашим дворникам Они все-таки в основной своей массе очень тщательны И ответственно относятся к этой работе Два раза в день мы протираем В помещениях общего пользования Дверные ручки Перила И в лифтах Обработку кабины Дезинфицирующим средством Начиная от кнопочного пульта Ну и остальные поверхности Это то, что нужно делать и обязательно А не делать два раза в день Причем мы договорились, что это будет делаться Перед основным потоком населения Ну, грубо говоря Вечером по столовой прошли люди И утром по столовой тоже, когда прошли люди Это в отношении поверхности Если мы говорим о полах То у нас предусмотрена двухразовая в неделю Влажная уборка И при влажной уборке используются дезинфицирующие средства Но это то, что мы сами придумали Сами делаем Достаточно, недостаточно Нужно, может быть, конечно Но опять я повторяю Здесь закрытый вопрос Чем дезинфицировать? Как дезинфицировать? Как-то наша наука молчит Последнее совещание по вопросам эпидемии Где я присутствовал Это самая главная проблема была еще месяца полтора назад Это легионелла Которая заболела, по-моему, в Латвии За последние 10 лет человек 10 Это на полном серьезе обсуждалось Ради этой легионеллы Мы там поднимаем температуру в горячей воде И так далее Тратим зрели ресурсы и деньги На борьбу с легионеллой Получается так, что нет никаких разосланных Каких-то четких инструкций Указаний и нормативов И другие домоуправления Очевидно, решают этот вопрос Ну, тоже на свой страх и риск Можно предположить Ну, я думаю, что Как понимаем, так и решаем Потому что каких-то вот Таких Не знаю, как это назвать Циркулярных писем Или каких-то таких вот Такой рассылки Как вот была По поводу поведения населения Нет, нету Но, опять-таки Я не хотел бы здесь Не сеять панику Не упрекать Непонятно, насколько это все эффективно И можно ли эффективно это делать А если делать, то чем? И каким способом? Может быть, надо не Тряпочки размазывать Эти там смоченные в дезинфекционной Этими жидкостями Может быть, распылителями надо работать Но Соответственно, я не знаю Кто у нас в Латвии отвечает За эти все вопросы Кто вообще Дает такие заключения Рекомендации Не слышал, чтобы это было Распространено между домоуправлениями Понятно Поскольку сейчас Очень большое количество людей Сидят дома В самоизоляции Или на карантине Вот увеличиваются ли Нагрузки потребления электроэнергии В потреблении воды И насколько вот Меняется Как меняется Нагрузка на эти структуры Вот в эти дни Я могу сказать так Что по электроэнергии Ничего особенного не скажу Поскольку это Индивидуальное потребление По индивидуальным счетчикам Относительно воды Мы вот как раз 25-го числа Снимали показания Но никакого Такого всплеска нет Не видно его В пределах Сезонного Сезонного Среднего потребления Так и идет Никакого увеличения Не ощутил То есть то что люди Перестают выходить Из дома И в основном Находятся дома Ну особенно Не отражается На состоянии Вот Ну на обслуживание Этого дома Ну на обслуживание Это никак не отражается Потому что Давайте говорить Мы обслуживаем Общую часть имущества Это не связано с людьми В никаком плане То есть Мы обслуживаем Как убирали Лестничные клетки Так их и убираем С той же частотой Ну только вот Единственное Добавили работу По протирке Этих поверхностей Если мы говорим О коммуникациях О коммуникациях То это Мы обслужили Коммуникацию Общего пользования Мы их и обслуживаем Но Другое дело Как быть Вот в случае Аварийной ситуации Тут Очень большой вопрос Очень большой вопрос Потому что Честно говоря Мне как руководителю Посылать людей Вот в такие Неизвестные обстоятельства Незащищенными Но я не знаю Насколько это Правомочно Пока я отказов Никаких не встречал Но самому Мне Ну не по себе Честно говоря Понятно Насколько Сейчас Домоуправление Вот перед лицом того Что Многие люди Просто потеряли работу Кто-то ушел В неоплачиваемый отпуск Где-то Просто урезаются Зарплаты Людям То есть Ну Сейчас все будут Испытывать материальные Трудности Насколько Вы готовитесь К тому Что Ну могут Возникнуть Сложности С оплатой Платежи По коммунальным Услугам И Насколько люди Готовы Вот Расставлять Приоритеты Чтобы Эти платежи Были Ну Хотя бы В списке Топовых Трат Ну я думаю Что Коммунальные Платежи Судя по Предыдущим Периодам Коммунальные Платежи Из топовых Очень быстро Вылетят Я думаю Что Это Один из тех Платежей Который В первую очередь Будет Отложен Как бы Это Не печально Звучало Но Вопрос Заключается Вот В чем Если Мы Говорим О самих Домоуправлениях Ну я могу Скать о своем Домоуправлении У нас Для того Чтобы Обеспечить Работу Бесперебойное Обслуживание Домов И все Работы Штатного Персонала У нас Запасов Хватит На достаточно Длительный Период Не на месяц Не на два Гораздо Больше Это С точки Звения Работы Дворников Работы Сантехников Работы Всех Других Технических Служб Которые Поддерживают Нормальное Функционирование Домов А вот С коммунальными Платежами Это вопрос Уже Будет Очень Непростой Потому что Я уже Говорил На ваших Передачах О том что Стоимость Услуг Домоуправления В общем платеже Населения Составляет 15-20% И Остальное Это Три Четыре Главных Поставщика Остальное Это Тепло Это Вода Это Вывоз Мусора И это Электроэнергия Естественно Ни одно Домоуправление Такую громадную Массу денег Не сможет Перекрыть То есть Соответственно В первую очередь Не будут Перечисляться Этим Поставщикам То есть У нас Подготовлен план Мы сейчас Контролируем Деньги По закону Мы являемся Посредниками Между жителями И Поставщиками Услуг И в этом случае Мы обязаны Перечислять Ровно столько Сколько получили От населения И конечно Эта проблема Будет перед Поставщиками Услуг И вот здесь Вопрос будет Очень серьезно Насколько я слышал Из прессы Рига Силтумс Уже объявил Что он Не прекращать Поставку услуг Не Применять Штрафные санкции В этот период Не будет Ну дай бог Дай бог Но на самом деле Период Когда-нибудь Закончится И что будет С этими долгами И как их будет Востребовать назад Насколько быстро И оперативно Это можно будет Возместить Это громадный вопрос Понятно И тут вопрос Не связанный С коронавирусом Нам пришел Как раз На номер 2-3-0-6-1-9-1 В подвале Завелись мыши Или крысы Кто за это в ответе Как избавиться От них И за чей счет Ну значит Я могу Еще раз повторить Азбучную истину За все В ответе Собственники квартир Латвийское законодательство Построено таким образом Что Собственники квартиры Отвечают за свое имущество Для того Чтобы реализовать Свои обязанности Выбирают Управляющую компанию А если Управляющая компания Чего-то не доделывает То виноваты Собственники квартир Не тех выборов Так построено Латвийское законодательство Отвечая на конкретный вопрос На самом деле Есть службы По диротизации Дезинфекции С ними надо Заключать договор Я опять могу Состаться только На наш кооператив У нас практически Нет этой проблемы Но мы Заключились С службой договор Она Привела Оценку рисков Выявила Важно Потенциальные Места Из-за которых Могут появиться Грызуны Соответственно Обработала Эти места И сейчас Регулярно Производят Профилактические Работы По Уничтожению Грызунов И вопроса Не будет Надо немножко Потратить денег А за чей счет За счет Собственников Квартир Конечно За счет Собственников Квартир За счет Кого Ну то есть Это нужно Самим Собирать Деньги Или все-таки Там скажем Домоуправление Выделяет Из каких-то Расконт Мы Мы включили Мы С отдельной Позиции Поставили Эту Эту услугу И люди знают Что они платят За диротизацию И в этом случае Когда Мы Принимаются Меры По Опять-таки Мы работаем В помещениях Общего пользования Это Подвалы В основном Это может быть В некоторых Случаах Там еще Какие-то Помещения Но Одновременно В договоре Оговорено Что если В квартирах Появляются Не дай бог Разуме Бывает и такая Штука Несчастная И каким-то Образом По канализации Рвутся Наверх Но в этом Случа Служба Диротизации Оказывает И им Помощь Но кроме Грызунов Еще Громадная Проблема В подвалах Особенно Это Блохи Да Особенно В летний Период Благодаря Любителям Домашних Животных Которые Любят Содержать Их В подвале Там Блох Немеренное Количество Через Можно писать Пишите Ваши Вопросы Большое На Гибкие Васможете На сегодняшний День Спасти От необходимости Вызывать Каких-то Аварийщиков Либо Ремонтников И это Поможет Вашей Самоизоляции Ну и Следующее Если Передвигаетесь По лестничной Клетке Но элементарно Помните Что должно Быть Два метра Расходитесь Не обнимаясь Ни с дворником Ни с соседями Все-таки Ничего Можно Немножко Отвернуться В сторону В лифте Наверное Тоже Можно В конце Концов Подождать С лифтом Можно Дождаться Следующей Поездки Совершенно Точно А кто Помоложе Может быть Тоже Совет Такой Пройдитесь Вы пешком Ну и Особенно За перилом Может быть Не держитесь Да Или В перчатках В обычных Перчатках И то Это Вас В какой-то Степени Может Спасти Просто Надо Поостеречься Я думаю Что Скоро Это должно Все закончиться Но нужно Поостеречься И В основном Самим Соблюдать Все то Что Предписывают Врачи Ну и Конечно Есть Такая Все-таки Надежда Что Может быть После Когда Все закончится Где-то Будут Государственные Органы Которые Сделают Выводы И Снабдят Нас Какими-то Материалами Руководящими Как нам Подготовиться В следующий Раз Кому И что Нужно Для защиты Чтобы мы Могли Спокойно Выполнять Свои обязанности Всего доброго Всем Всего доброго Спасибо большое До свидания Субтитры